Выходит, Китай — великий миротворец, а Америка — мировой террорист, так? Помните новость? Соперничающие Саудовской Аравии и Иран восстанавливают связи при посредничестве Китая, то есть они установили мир между Саудовской Аравией и Ираном. Это важно. Просто невероятно. Верно. Теперь Китай поддерживает правое дело палестинской государственности. Это очень важно. Президент Си Цзиньпин сказал, что Китай поддерживает борьбу палестинцев за государственность на встрече с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, прибывшим с трехдневным визитом. Палестинского лидера встретили со всеми воинскими почестями в Доме народных собраний в среду в Пекине. «Мои хорошие друзья и партнеры», — сказал Си Аббасу в начале их встречи. «Мы всегда твердо поддерживали справедливое дело палестинского народа по восстановлению законных национальных прав». Комментарии Си прозвучали на фоне растущих амбиций Китая на Ближнем Востоке и стремление ослабить влияние Соединенных Штатов в регионе, а также содействовать израильско-палестинским мирным переговорам. Это невероятно. Решение израильско-палестинского конфликта заключается в создании независимого палестинского государства в границах 1967-го со столицей в Восточном Иерусалиме. Китайские государственные СМИ приводят высказывание Си, повторяющее резолюцию Совета Безопасности ООН 1967 года, которую Израиль отвергает. Я покажу вам кое-что. Это... Вот как выглядела Палестина в 1946-м. Вот как она выглядела после принятия плана ООН в 1947-м. Это Израиль, это Палестина. Так всё выглядело с 1949-го по 1967-й. И вот как было в 2012-м. Палестины осталось совсем немного. Теперь это всё Израиль. А Израиль ведь крошечная страна, так что это как пара городков Нью-Джерси. Аббас сказал, его администрация с нетерпением ожидает укрепления сотрудничества с Китаем и привлечения инвестиций. Мы особенно ценим приверженность китайской страны финансированию ряда проектов развития, представленных Палестиной. Желаем скорейшей отправки технических делегаций для реализации этих проектов. То есть Китай инвестирует в Палестину. Соединённые Штаты ходят по миру. И что мы делаем? Мы инвестируем в гражданскую войну в странах, у которых хотим украсть природные ресурсы. У них идёт гражданская война, затем мы устанавливаем марионеточное правительство через переворот и крадём их природные ресурсы. Между тем Китай ходит по миру и по-настоящему инвестирует в эти страны. Они так не делают, не развязывают гражданских войн, не свергают правительства, не свергают их лидеров. Что если Китай убедит их не совершать ничего насильственного со своей стороны? Израилю будет хуже. Это так. В смысле, было бы катастрофой для... Стало бы катастрофой, если бы они заставили их не совершать ничего насильственного. Пекин долгое время поддерживал дипломатические отношения с палестинской администрацией и с последнего визита Аббаса в 2017-м говорил о способности выступать посредником в израильско-палестинском конфликте. Израильско-палестинские мирные переговоры в тупике с 2014-го. Пекин стремится укрепить влияние на Ближнем Востоке, помогая посредничать в сближении «рапэрмон» Между Саудовской Аравией... Это ведь так прежде всего, да? «рапэрмон» Между Саудовской Аравией и Ираном в марте, одновременно бросая вызов давнему американскому влиянию в регионе. Си отправился в Саудовскую Аравию в декабре на первый саммит Китая с арабскими государствами. Он также встретился с Аббасом и пообещал работать над скорейшим, справедливым и прочным решением палестинского вопроса. Президент Ирана Рай Иси в феврале посетил Пекин, став первым иранским лидером, посетившим Китай за 30 лет. Ким.ком говорит, это важное событие. Китай приветствует президента Палестины Аббаса, объявившего о стратегическом партнерстве. Си Цзиньпин хочет возместить ущерб, нанесенный США и Израилем. Китай несет мир на Ближний Восток. Интересные времена. Хэштег БРИКС. Оказав палестинской делегации такой теплый прием и объявив о китайско-палестинском стратегическом партнерстве, китайское правительство направило четкий сигнал, который можно воспринять так. Палестинцам мы поддерживаем ваше правое дело. Арабам мы согласны с вашим видением будущего региона и поддерживаем вас по основным вопросам. Мусульманам мы союзники, несмотря на жалкие тщетные попытки представить нас в ином свете. Миру мы на стороне справедливости. Европе вы были несправедливы к палестинцам, и вы перед ними в большом долгу за трагедию, которую создали в Палестине. «Администрация США, вы не вправе быть единственным арбитром по Палестине. И сионистам мы не уверены в вашем будущем». Вау, это о многом говорит. Этот парень пишет, после посредничества в мире между Ираном и Саудовской Аравией, Китай работает над установлением мира между Израилем и Палестиной. Ближний Восток стал главным театром соперничества между Китаем и США. Саудовская Аравия холодно относится к нормализации отношений с Израилем. Представитель Саудовского посольства в Вашингтоне заявил, что нормализация отношений с Израилем произойдет лишь в том случае, если палестинцы обретут свое государство. Вау, я думал, они уже думал, помирились с Израилем. Это называется двухгосударственным решением, то, чего они хотят. Я всегда думал, что решение может быть только с одним государством. Потому что Израиль, если вернуться к... к карте, черт из два Израиля станет возвращать землю. Те люди, что поселились в Палестине, по-моему, они не станут уезжать. Верно. Да, не станут. И вот почему два государства. Этих людей не выдворить. Вот почему двугосударственное решение будет таким трудным. И поэтому другие люди призывали... Мне кажется, я не эксперт. Ну, даже глядя на это, дело в том, что, знаешь, я встречался с израилетянкой лет 10. Они всегда говорят, что есть типа демографическое соревнование между арабами и израилетянами. Да, вот почему у них есть право поехать на Таглид. Она сказала, что ездила туда, это называется Таглид. Они отправляют евреев отсюда в Израиль. Этим занимается группа хасиков. И они съездили. А цель в том, чтобы ты, может, познакомился с кем-то и завел ребенка. А-а-а, окей. Потому что они... Ну, я смотрю на их землю, им не обогнать их порождаемость. Это нонсенс. Дело в том, что светские израилетяне... Она мне так сказала. Светские евреи, в отличие от закоренелых хасидов или тех поселенцев, что идут к границе, и там... Они не... Хасиды не служат в армии, потому что они и так служат, молясь весь день. Называется давенинг на идиш. Интересно. Многие израилетяне чертовски недовольны ими из-за этого. Потому что те начинают... Они затевают дерьмо, а потом... Им ведь служить, солдатами в ЦАХАЛ или в рядах полиции. И... Но также у них слишком много власти в правительстве. У них... Знаешь, есть такие безумные правила. Например, брак недействителен, если не заключен ортодоксальным раввином, если выходишь за нееврея. Там много политики, о которой я не знал бы. Я... Я просто знаю людей оттуда. Но эта идея, что они их обгонят по населению... Как? Как? Как они это сделают? Со столь малой серьезом? Согласен? Мне тоже не ясно. Голодцы! Гродякс! Гродюбальс! Субтитры подогнал «Симон»